Ольга Романовская Магистр темных дел Глава первая Мирабель Селти заранее решила, как избавиться от Лики, и теперь с трудом сдерживала улыбку. «Я не могу!» – широко распахнув серые глаза, растерянно замотала головой её жертва. Всего минуту назад Лике казалось, будто былые проблемы остались позади. Жизнь наконец-то наладилась. И вот… «Как я и думала! Струсила!» Взмахнув длинными светлыми волосами, Мирабель с победным видом обернулась к остальным и презрительно обронила. «А ещё скот!» Девушки дружно захихикали. «Может, ты приёмная?» – не унималась Мирабель. Лика промолчала. «Ну да, она позор рода. Зачем лишний раз напоминать?» Хотя как раз зачем, понятно. Мирабель хотела ужалить побольнее. Лика одновременно завидовала и презирала её. Первая красавица, стихийница, всегда в центре внимания. А она? С раннего детства её сопровождали вечно недовольно поджатые губы отца, сочувствующие взгляды соседей. Увы, в академии было не легче. Порой Лика жалела, что набрала проходной бал. Провали она экзамены, уехала бы на другой конец страны, где никто её не знал. Получила бы какую-нибудь немагическую профессию. Пожалуй, из неё вышел бы неплохой библиотекарь или аптекарь. Но, увы, скотты, стихийные маги и точка. Отец и слышать ничего не желал, заставил подать документы и с облегчением выдохнул, когда дочь зачислили на нужный факультет. Других учебных заведений и профессий для Дункана Скотта не существовало. Теперь Лике надлежало как-то продержаться до получения диплома, правильно выйти замуж и родить сына. Только тогда долг перед семьёй будет закрыт. Но, глядя на карты, Лика начинала сомневаться, что не провалит ли первый же пункт задания. Она догадывалась, сокурсница всё подстроила. Владея воздушной стихией, несложно незаметно поменять карты. А ведь Лика наивная решила, будто её приняли в компанию. Увы, за два года обучения в Академии магического познания она так и не обзавелась друзьями. Зато желающих списать у неё на экзамене хватало. Теоретические дисциплины давались девушке легко, по алхимии она и вовсе числилась первой в группе. Плотно сжав губы, Лика сцепила руки на коленях. Не стоило приходить. Она понуро уставилась на карты, губновые тройку, семёрку и пиковый валет, ставшие синонимами неудачи. А ведь сначала всё шло хорошо. Первый круг проиграла Селина. Быстрее всех сбросившая карты норма, долго не могла определиться с желанием и в итоге заставила соседку кукарекать. Вышло забавно, Лика смеялась вместе со всеми. Зато сейчас ей было не до смеха. Мирабель хотела, чтобы она забралась в дом Райана Энсиса и стащила его любимую перьевую ручку с черепом. Никто в здравом уме на такое не решится. По коже пробежали мурашки. Если Райан её застукает, а девять из десяти, что он её поймает, одной скот станет меньше. Будто Лика не знала, какие слухи бродили о нём в академии. Убийца, королевский преступник, некромаг. Не путать с некромантом. Райан Энсис давно превратился в главного персонажа местных страшилок. «Послушай, Мирабель!» Несмело начала Лика. «Тебе не кажется, что это несправедливо?» «Что именно?» Мирабель принялась заново тасовать карты. Всё внутри неё ликовало. Наконец-то противная скот исчезнет из её жизни. И главное, из жизни Дика Барретта, который слишком часто заглядывался на Лику. Может, она не блистала в стихийной магии, зато отлично разбиралась в алхимии, любимой дисциплине Дика. Вдобавок, в разговоре с приятелем он посмел назвать Лику «красавицей» «непростительное преступление». Когда, подслушавшая беседу, подружка доложила обо всём Мирабель, та чуть не задохнулась от возмущения. У Лики же острое лицо, большой птичий нос, а скулами бумагу резать можно. Такой, даже выразительный, чуть раскосые глаза, шелковистые волосы цвета корицы и пухлый ротик не помогут. Да и выглядела Лика старше своих лет. Может, потому, что редко улыбалась и не пользовалась косметикой, и всё же от неё следовало избавиться. Вдруг Дик пригласит на новогодний бал её, а не настоящую первую красавицу курса. Мирабель не стерпела бы даже мимолётного развлечения, поэтому нанесла предупреждающий удар. Пригласила соперницу поиграть в карты на желание. Фрэнсис болеет, а по правилам игроков должно быть четверо. Я долго думала, кого позвать, но все либо дуры, либо жуткие зануды. Остаёшься ты. Ну, что другим доставались лёгкие задания, а мне достался Энсис. Лика понимала, Мирабель не отступит, но она по-прежнему могла отказаться. Подумаешь, её станут называть трусихой. Лику и прежде не любили из-за фамилии, дюжину раз мелькавшей на страницах различных учебников, так что ничего не изменится. Решено. Именно так Лика и поступит. Встанет, назовёт игру глупой и уйдёт. Не Энсис, а его ручка, поправила Мирабель и презрительно ухмыльнулась. Ты чего нюня распустила, Скотт? У вас в роду все герои. Что там господин Энсис? Никакой демон не страшен. Разумеется, едко добавила она, если ты настоящая, Скотт, а не приписала себе чужую фамилию. Ну, какая там у тебя стихия? Огонь. Лика не могла взять в толк, как её слабенький дар пригодится для выполнения задания. Ну так устрой пожар. Пока Энсис его тушит, украдёшь ручку и вернёшься. Дел-то. Мирабель фыркнула, будто сама проделала бы такой фокус не глядя. Надумала. Идёшь? Собственно, ей было всё равно, согласится ли Лика на авантюру. Так и так, она потеряет ценность в глазах Дика. Но всё же Мирабель ставила на то, что Лика откажется. И проиграла. Иду. Лика словно в омут прыгнула. Сразу бы так, удовлетворённо кивнула Мирабель и принялась сдавать карты. Давай топай, поторопила она. Быстрее начнёшь, быстрее закончишь. Как, нужно прямо сейчас? Ночью? Опешила Лика. Ей резко стало не по себе. Казалось, будто тихо шелестевший за окном листвой парк вплотную подступил к общежитию, грозя поглотить его. Голые ветки акации скребли по стеклу. Впусти меня, впусти! Или не ветки вовсе, а пальцы мертвецов. Неподалёку старое кладбище. Вдруг его обитатели вылезли из могил. Недаром же студентам запрещалось покидать общежитие после десяти вечера. Сегодня и вовсе на Волунье. «Нет, через неделю», закатила глазами Мирабель. «Двадцать лет, девахи, а темноты боится». «Да нет его, с вечера уехал», сжалившись, добавила она. «Если кого и встретишь, то только коменданта». И пригрозила. «Учти, попадёшься, я всё стану отрицать. Мы ни в какие карты не играли, никуда тебя не посылали». Лика понура поплелась к двери. Как же ей хотелось остаться в тёплой комнате, мягко озарённой ночником. Сидеть, скрестив ноги на сдвинутых кроватях, тихо смеяться. «А ручку потом возвращать нужно?» – зачем-то спросила она. «Ну, если ты смертница, верни». «Понятно, придётся спрятать или выбросить». Бросив прощальный взгляд через плечо, девушка убедилась. «Она здесь лишняя». И шагнула через порог в тёмный пустынный коридор. Казалось, будто всё общежитие вымерло, и только Лика тенью скользила от стены к стене, от двери к двери. Затаив дыхание, она напряжённо прислушивалась, несколько раз в испуге замирала, прижималась к стене при звуке шагов. Но всякий раз они стихали в отдалении. Добравшись до своей комнаты, Лика немного перевела дух. «Ну вот, она ещё из общежития не выбралась, а руки уже вспотели. Отец говорит, нужно регулярно бросать себе вызов, иначе ничего не добьёшься. Да и право, чего я боюсь? Темноты? Глупых рассказов? Если старшекурсники пустят слух, будто у господина Энсиса три глаза и клыки до колен, тоже поверишь?» Девушка заставила себя улыбнуться и выровняла дыхание. «Так-то лучше». Как же ей повезло, что та самая больная Фрэнсис Хардинг и её соседка, иначе непременно начались бы расспросы. С Фрэнсис бы стала не пустить её. Но разгорячённая пробежкой Хардинг вздумала попить холодной воды и третий день лежала в лазарете с ангиной. Поэтому Лика без проблем переоделась. Нечего и думать лазать по чужим домам в платье. Тёплая туника и брюки для занятий на открытом воздухе подошли идеально. Вдобавок Лика заколола волосы так, чтобы издали сойти за мальчика. Лампа на столе дежурного в холле не горела. Сам он тоже куда-то отлучился. Повезло. Но нужно спешить. Сейчас около одиннадцати. Комендант начинал ежевечерний обход с первого корпуса. Скоро доберётся до четвёртого. Бодрящий холодный воздух пахнул в лицо, принеся с собой запах прелой листвы. Лика тут же пожалела, что не захватила пальто. Но возвращаться за ним поздно. Скоро на дорожке запляшут отблески фонаря коменданта. Ничего. До дома Райана Энсиса недалеко. Она не успеет замёрзнуть. Зябко. Колени подрагивали. То ли от страха, то ли от холода. Словно приклеившись к порогу, Лика напряжённо всматривалась в темноту. Видимо, она недостаточно скот, раз не может сделать проклятый последний шаг. Чуть потрескивали фитили масляных фонарей по обеим сторонам от входной двери. Возле них кружились мотыльки. Откуда только взялись в октябре. Наконец, Лика заставила себя выйти из тёплого круга света. Если надумала идти, надо идти. Глупо попасться дежурному или коменданту вот так на пороге. Темнота мгновенно заключила её в свои объятия. Как тихо. И небо словно дыра в преисподнюю. Покрытое плотной ватой облаков, оно не дарило ни капельки света. Приходилось ориентироваться по памяти, полностью довериться инстинктам. Добравшись до первой развилки, где сходились дорожки к студенческим корпусам, Лика кинула тревожный взгляд направо. Показалось, или она действительно видела отблеск фонаря. Затрещали кусты. Лика поспешила скрыться в тени деревьев парка. Её не покидало ощущение опасности. Внутренний голос уговаривал вернуться, наплевать на глупый карточный долг. Лика его проигнорировала. Она скот, она обязана. Мрачный парк обступил её со всех сторон. А ведь днём он казался таким милым. Кустарник цеплялся за тунику, деревья выбрасывали корни селки, стремясь поживиться глупенькой студенткой. Каркавшие где-то наверху вороны словно глумились. «И чего тебе не спалось? Теперь получай, получай!» Чтобы было не так страшно, Лика обормотала детскую считалочку. «Погляди на небо, звёзды горят, журавли кричат «Гу-гу, убегу!» «Раз-два, не воронь, а беги, как огонь!» И вроде не замечаешь, как сгущается сумрак между деревьями, как прячутся среди них призраки, мечтающие поживиться человеческими душами. Не думаешь о районе Энсисе?» Бывший ректор был легендарной личностью. Одна отставка рая на чего стоила. Король лично приезжал, чтобы лишить его титула и сместить с поста. Затем он на несколько лет пропал и вновь объявился в академии в качестве рядового преподавателя. Правда, назвать его дисциплину обычной язык не поворачивался. Обратная магия, наука тёмная и крайне опасная, самое то для нелюдимого субъекта с сомнительным прошлым. А ведь когда-то он считался одним из самых завидных женихов королевства. Ноги скользили по опавшей листве, весь день лил дождь. Пару раз Лика едва не упала, но в итоге благополучно добралась до дома Райана. Формально он ему не принадлежал. Двухэтажный домик возвели в глубине парка для почётных гостей, но ректор не стал возражать, когда предшественник облюбовал его для жилья. Так всем спокойнее, и студентам, и преподавателям. Остановившись в тени платана, Лика не огонька. Выходит, Райан действительно уехал. Только вот как попасть внутрь? Эх, обладая наполноценным даром, вызвала бы фамильяра и попросила бы принести ручку с черепом. Но, увы, способностей Лики едва хватало на то, чтобы не заваливать профильные дисциплины. Придётся лезть самой. Сглотнув образовавшийся в горле ком, Лика крадучись приблизилась к входной двери. Как же громко она ступает. Шуршащий Рави, того и гляди, перебудет всю академию. Заметавшись взглядом по сторонам, Лика убедилась, что всё лишь её фантазии. Тебе бы книжки писать, фыркнула она и осмотрела дверь. Кто бы сомневался, такой человек, как господин Энсис, обезопасил своё жилище. Едва заметно пульсировавшие зелёные искорки таили нешуточную опасность для воров. Ну и как же мне быть? Тоскливо вопросила темноту Лика. Проще вернуться обратно, принять свою порцию насмешек и лечь спать. Проще, но не в характере скотов. Вздрагивая от каждого шороха, Лика обошла дом. Вблизи он казался ещё более зловещим, хотя, по правде, ничего такого в нём не было. Обычный двухэтажный каменный коттедж. Только вот обострившемуся от страха воображению мерещились то фосфорисцирующие глаза призрачных гонщих, то пылающие синим магическим пламенем пентаграммы. Лике пришлось больно ущипнуть себя, чтобы избавиться от наваждения. Кажется, нашла. Запрокинув голову, она смотрела на балкон. Вот он, её единственный способ проникнуть внутрь. На окнах первого этажа чары, но на водосточной трубе их нет. Безусловно, существовал риск, что Райан опутал защитой второй этаж, но кто не рискует, тот до конца дней боится собственной тени. «Эх, совсем не так я представляла себе учёбу», вздохнула Лика и начала восхождение. В Академии магического познания уделяли внимание не только уму, но и телу. Студенты, независимо от специализации, возраста и пола, регулярно бегали кроссы, подтягивались на перекладине, изучали азы фехтования. Вот бы удивился ректор, узнав, что таким образом готовил юных взломщиков. Подтянувшись, Лика оседлала перила. Дыхание чуть сбилось, но она мысленно оценила выполнение задания на твёрдое хорошо. Стараясь не шевелиться, Лика быстро проверила, нет ли охранных чар и возликовала. «Ну, не может быть, чтобы человеку вечно не везло!» Вот и ей улыбнулась удача. Оставалось проверить, не следит ли за ней кто из парка и смело спрыгнуть на пол. «Хм...» Лика недоумённо уставилась на небольшой столик и плетёные загородных домов, чтобы за чашечкой любимого напитка встретить рассвет. Только вот после рассказов о районе Энсисе казалось, что завтракать он должен в склепе и запивать яичницу исключительно кровью. Или хотя бы выбрать не столь легкомысленную мебель, которую неплохо было бы перетащить под крышу. Осень, дожди. Принюхавшись, Лика уловила слабый запах кофе, а вскоре обнаружила его источник – чашку на столе. Он точно ненормальный. Нормальные люди в октябре вечерами кофе на свежем воздухе не пьют. Ну или Райан действительно не совсем человек, раз не чувствует холода. Лика аккуратно, будто стол или кресло могли броситься на неё, обошла мебельный гарнитур и с замиранием сердца приблизилась к балконной двери. Закусив губу, она вытянула ладонь, зажмурилась. Ничего. Ни покалывания, ни тепла. Более того, дверь оказалась соблазнительно приоткрыта. Этот Энсис точно ненормальный, выстудит весь дом. Чуть помедлив, Лика толкнула дверь и вошла. Сначала ей показалось, будто в комнате темнее, чем снаружи, но глаза быстро привыкли к полумраку. Чем тут пахнет? Лика повела носом, пытаясь понять, что издало столь странный запах, какафония какая-то, будто в комнате сожгли разом десяток ароматических палочек. И что за металлическая, чуть кислая нота? Не похоже ни на травы, ни на амбру. Девушка затеплила крошечный огонек на ладони. Она полагала, что балкон примыкал к спальне, но ошиблась. Лика очутилась в кабинете. Вот и прекрасно. Значит, быстро найдет ручку и вернется. Да и господин Энсис станет сердиться чуть меньше. Все же спальня помещения интимное, а тут она с грязными ногами наследила. Ох, за собой действительно надо подтереть, покачала головой Лика, заметив тянувшуюся к балконной двери цепочку следов. Но сначала ручка. Лика с любопытством огляделась. Не каждый день оказываешься в кабинете легендарной личности. Он был совсем не похож на унылый сборник достижений Дунка Наскотта с бесконечными грамотами и благодарностями в рамочках. Он вообще не походил ни на один кабинет, виденный ей прежде. Все стены за исключением примыкавшей к окну с письменным столом и крохотного алькова для дивана были от пола до потолка заставлены открытыми стеллажами и пузатыми шкафами. Внутри не только книги, но всякие колбочки, флаконы, банки, именно от них исходила какофония запахов. Зачарованная, позабыв о ручке, Лика двинулась вдоль стен, изучая содержимое шкафов и полок. Ее огонек тускло отражался от стекол пробирок, терялся в металлических накладках старых, потрепанных временем книг. Лика открыла шкаф и аккуратно достала одну. Совсем другие ощущения. Сейчас обложки твердые, а это шершавая. Создатель сущего, да это же кожа, специально выделанная под велюр. Поддавшись искушению, Лика бережно перевернула пожелтевший авантитул и прочитала название. О мертвых и не мертвых. Бррррр. Она передернула плечами и поставила книгу на место. С другой стороны, фолианджи напечатали, хранили у всех на виду. Ничего в нем нет, обычное учебное пособие. Но желание знакомиться с другими книгами у Лики пропало. Она сосредоточилась на банках и флаконах. Какое разнообразие красок! Прежде Лика не встречала столько магических ингредиентов. То, что перед ней составляющее алхимических опытов, она не сомневалась. Недаром ведомости напротив её фамилии значилось «отлично». Некоторые флаконы светились, вон тот ярко-зелёным, а другой матового стекла, приглушённо фиолетовым. Часть пробирок парила, в некоторых и вовсе не осталось жидкости, только туман. Лика честно боролась с собой, но любовь к алхимии взяла верх. «Она осторожна, только посмотрит, даже пробки вытаскивать не станет. Просто всё это...» Их алхимический класс казался убогим на фоне богатейшей коллекции Райана. Закрепив огонёк над запястьем, Лика потянулась к колбе, внутри которой... «Да, это же перо Феникса!» — восхищённо выдохнула она. Пылинки света кружили в причудливом танце, временами вспыхивая, являя контуры заветного пера. Крохотного, не из хвоста, а с живота. Но всё же... Лика боялась представить, сколько стоило такое перо. Большинство магов, даже преподававших алхимию, никогда его не видели. «Спасибо тебе, Мирабель!» — искренне поблагодарила Лика. «Ты думала сделать гадость, а подарила мне замечательную экскурсию». Вернув колбу с пером Феникса на место, постаравшись поставить её точь в точь, как было, девушка потянулась к сосуду на полке выше. Её привлёк странный, напоминавший снежинки, узор на стенках. Внутри оказался заперт холод с крайнего севера. Когда Лика медленно выдернула пробковую затычку, её опалила стужа. Она белым дымком поднялась к потолку и растаяла. «Ладно, хватит», — одёрнула себя Лика. «Не стоит злить Райана ещё больше, портить его коллекцию». Отыскать ручку оказалось несложно. Заветный череп обнаружился на массивном письменном столе из цельного дуба. Лика раздумывала, чем подтереть грязные следы на полу, когда взгляд её случайно упал на необычную пробирку. Сунув ручку в карман тёплых брюк, девушка нахмурилась. Может, показалось, вдруг мерцающий свет от других флаконов так причудливо падал. Но нет. Колбу действительно на две трети наполнили густой жидкостью, походившей на расплавленные рубины. «Ничего ведь не случится, если я чуточку задержусь», — уговаривала себя Лика, а ноги уже несли её к таинственной пробирке. «Райана Энсиса всё равно нет, вряд ли он объявится до утра. А к тому времени я десять раз успею прибраться и вернуться в общежитие». Если Райан уехал вечером, то явно не по делам. Заглянул какой-нибудь пассии, а то и вовсе в дом терпимости. Даже воспитанная в строгости Лика знала, что некоторые мужчины покупали любовь за деньги. У Райана и выхода-то иного не было. С его-то репутацией и умением ладить с людьми. Интересно, какой он? Как выглядит? Всемогущий миловал, они пока не встречались, но в следующем семестре придётся. Как раз появится пугающая обратная магия. Разумеется, никаких рубинов внутри пробирки не оказалось. «Вишнёвый сок», — разочарованно протянула Лика. Осмелев, она достала пробирку из держателя, встряхнула её содержимое, понюхала. «Сок, но какой-то неправильный. Слишком густой, тягучий, плотный. И пахнет теми самыми металлическими нотками. Понятия не имею, что это». Лика повертела пробирку так и эдак. «Может лизнуть? А вдруг это опасно?» «Та самая обыкновенная артериальная кровь, барышня», — внезапно прокомментировал за её спиной бархатный баритон. «Женщина средних лет, жертва грабителя. Взята незадолго до смерти». Пальцы мелко задрожали, и Лика выронила пробирку. Естественно, она разбилась. Волоски на шее стали дыбом. «Та женщина! Она была ещё жива, и Райан безжалостно полоснул её по горлу ради нескольких миллилитров крови. Ингредиент не слишком хорошего качества, но сойдёт». Тем временем спокойно продолжил магистр, будто он стоял за кафедрой и читал лекцию студентам. «Самая лучшая девичья, желательно девственницы, но где ж такую сыщешь?» На миг Лику парализовало. Голос Райана исчез, слился с гулом собственной крови, пульсировавшей в висках. «Но ты и есть юная девственница!» Сознание взорвалось от крика внутреннего голоса. «Та самая, чья кровь идеальна и столь редка!» Показалось или в руке Райана что-то блеснуло? «Нож? Скальпель? Бритва?» Лика отпрянула от него, завизжала и метнулась к балконной двери. Задыхаясь от страха, она рванула на себя дверь, едва не запнувшись о кресло, пронеслась мимо столика. Плохо соображая, что делает, движимая желанием как можно скорее оказаться вдали от страшного мага, Лика перекинула ногу через перила, потянулась к водосточной трубе. Увы, спешка и паника стоили ей слишком дорого. Девушка потеряла равновесие и полетела вниз. Вместо водосточной трубы пальцы сжали пустоту. «Как глупо!» успела подумать Лика до того, как ее приняли в свои объятия боль и темнота. Редактор субтитров А.Семкин»